30 сентября день икс для Балакова. Именно к этому сроку должны быть завершены работы сразу на нескольких крупных объектах. Вот, к примеру, улица Фахелсоциализма. Здесь автотрасса проводила капитальный ремонт дороги. Улицу перекрывали сразу на несколько дней. Автолюбители, конечно, были недовольны, но все знали, ради чего они терпели эти неудобства. И вот сегодня, 29 сентября, работы все полностью завершены. Чего не скажешь, собственно, о других объектах. Ну а в детском парке подрядчик никуда не торопится, хотя сроки сдачи здесь также 30 сентября. Работы очень много, и это несмотря на то, что подрядчику не раз указывали на необходимость ускориться. За реконструкцию этого объекта во время весеннего голосования высказались большинство балаковцев. Объект очень важный, и никак нельзя было допустить срыва сроков сдачи. Пообщавшись с прорабом стройки, мы выяснили, что работы проводит Кабинат благоустройства, хотя аукцион выиграла саратовская организация. Судя по всему, этот объект уйдет в зиму. Не лучше обстоит дело и с благоустройством дворов. В этом году на реализацию программы выделили 52 миллиона рублей, и на эти средства необходимо отремонтировать 16 дворовых территорий. Аукцион выиграла фирма ПИК, и на данный момент организация привела в порядок только 9 дворов из 16. А впереди осень, дожди, и такая погода не лучшим образом скажется на качестве работ. В этом году Т-Плюс превратил город в раскопки. Замена старых теплосетей – дело, конечно, очень важное. И если бы работы проводили срок, то никто бы даже и слова не сказал. Но вот, к примеру, вот здесь, на улице Тернавской, работы начались еще в июне. И предпринимателям, магазины которых оказались за забором, пообещали три недели, и работы все завершатся. Но потом новые сроки – 30 сентября. На данном объекте монтаж трубы уже начат. Значит, сроки также у нас остаются до середины сентября. Вернее, до конца сентября. С благоустройством мы должны здесь уйти, с этого объекта. 30 сентября – завтра. А никаким благоустройством на улице Тернавской и не пахнет. К этому же сроку должен быть порядок и на улице Вокзальной. А пока здесь ни коня, ни воза. До конца сентября на данном объекте все работы должны быть завершены. Проведена уборка и сдача объекта после проведения реконструкции. А вот на этом отрезке вдоль первого микрорайона, согласно вчерашнему пресс-релизу Паута Плюс, работы уже завершаются? Говорят, обещаниями сыт не будешь. В нашем случае обещания не обогреют квартиры зимой, не благоустроят дворы и не позволят балаковцам прогуляться по новому парку. Хочется верить, что администрация возьмет реализацию вот таких вот важных проектов под более жесткий контроль. И слова ответственных лиц не будут расходиться с делом.